Мы сегодня решили сходить немножко другим маршрутом, потому что всё время у нас через Колизеев он проходил. А теперь мы решили вокруг обойти этот Колизей по дорогам и попасть на площадь Нагона. Подошли к церкви Санта Мария Алла Новичела, решили зайти посмотреть её. Здесь столько стоит туристических автобусов, мы, честно говоря, не зашли бы, если бы не увидели такой наплыв туристов. Это римско-католическая базильника, которая расположена на холме Целий и в районе Рима-Челио. Ну, огромное сооружение, вот смотри, довольно обширную территорию занимает, при ней роскошный парк. Вот что она себе представляет. Колокольня высоченная. Похоже, какой-то праздник. Похоже, какой-то праздник. Здесь какое-то торжество, видимо, свадьба. Народу много наряженных. В вечерних платьях девушки ходят. Цветы расставлены. Будет проходить процесс бракосочетания, похоже. Венчание в церкви будет. Дамы в вечерних платьях. Народ в нарядных платьях подтягивается. В вечерних платьях. Мужчины в пиджаках. Красиво одеты. Пришли к очередному храму. Мария Тереза Калкутта. И напротив церковь святого Григория Великого на Целье. Целье это один из семи холмов Рима. Сейчас пойдем посмотрим. Рядом с этой церковью построен монастырь монахин и приют бездомных, который управляет мать Тереза. Мужчина играет на органе, сидит. Полтая. Первая церковь была построена в 575 году на территории виллы Папы Григория I, который превратил виллу в монастырь до своего избрания. Приятный дворик. Дальше наш маршрут пройдет в Circle Maximus. Тут недалеко. Это античный ипподром Circus Maximus. Он расположен между холмами Полонином и Авентином на левом берегу реки Кипы. Это самый большой ипподром Древнего Рима. В античном Риме это огромное поле, окруженное зрительными трибунами, а в центре разворачивались конные состязания на колесницах. Последние состязания здесь прошли в VI веке Новой эры. С падением Римской империи стадион стал приходить в упадок и в наши дни превратился просто в зону отдыха. Справа мы видим по-латински холм, мы как раз его и обходим. Где-то в этом районе находится скульптура Правдивый Род. Вот мы сейчас хотим ее тоже найти, снять. Здание такие старинные и, в общем-то, с ним находится своеобразный колорит здесь интересный. Вот здесь он находится. Ой, какая толпа стоит, чтобы с него фотографироваться. Ну и мы сейчас зайдем. Интересно. Вот какая очередь стоит, чтобы сделать фото с ним. Пустоистины. Это античная круглая мраморная плита. Изображение маски Тритона. Тритон – это океан. Датируется первым веком Новой эры. Маска размером 1,75 метра в диаметре и весит 1300 килограмм. В маске имеются сквозные отверстия, глаза, нос, рот. И по одной из версий якобы оттуда вытекала кровь, когда приносили жертву животных. Кто-то подозревает, что эту плиту использовали для канализационного стока. И это того, что считают, что это самый популярный и фотографированный канализационный люк. В средние века куста считались своего рода детектором ушей. Если положить руку в рот, то божество откусит ее. Такую проверку проводили для шейников, воров и женщинам, подозреваемых супружеской змеи. И сразу мы попадаем в храм. Деревянные перекрытия. Распятие Христа. Алтари с картинами Богородицы с младенцем. Народ вообще еще больше толпа пришла. Сейчас перейдем дорогу, попадем к реке Тибр. Выйдем на набережную. Река Тибр пересекает главный квартал центра города. Сейчас на мостик. Давай выйдем на минуточку, я сниму реку. Вот какая приятная картина. Река Тибр шириной до 20 метров иногда доходит. Глубина ее 5 метров. Вот эта площадь, терраса перед нами, это островок на реке Тибр. Туда можно спуститься, погулять там. Но в принципе мы сейчас хотим посмотреть театр. Поэтому решили не ходить туда. Идея постройки грандиозного театра принадлежала Цезарю. Но он не смог реализовать свою идею. А реализовал его идею император Активиан Август. В семнадцатом году до новой эры. И построил он его в память о племяннике сыне-сестре Активи в марке Марцелли. Отсюда и название театра. Театр вмещал 12 тысяч сидячих мест и 2 тысячи стоячих мест. А вот сам театр Марцелла. В Риме, чтобы отвлечь народ от политики, проводились очень много шоу. И для этого был построен театр Марцелла. Театр Марцелла является предшественником Колизею. В Древнем Риме он считался самым большим. О, русские мотивы. Как будто гуляю по России. Сейчас со стороны снимем. Это грандиозное здание. Театр Марцелла. Предшественник Колизея. И обратите внимание, как он на него похож. И находится он очень близко к площади Венеции. Вот мы видим впереди квадриго Витториана. И здесь же рядом находится театр Марцелла. О, мы подошли к большой синагоге. Или называется Темпио Маджори. Вот она, она. Перед нами возвышается. В ней совершаются важнейшие религиозные еврейские обряды. Численность евреев в Риме была всегда многочисленная. Еще со времен Аудеи. Которая была союзником Римской империи. И тогда еще сформировалась община. После того, как Виктор Эммануэл II объединил Италию, он упразднил еврейское гетто. И евреи все получили итальянское гражданство. И возникла необходимость новой синагоги. Вот она была построена. Помимо богослужения, большая синагога выполняет еще роль культурного центра еврейской общины. А сейчас мы хотим сходить на площадь Нагона. Какой тут симпатичный скверик. А через скверик нельзя пройти нам как-то? Фонтанчик. Люди отдыхают. Жаль. Очень уютненький скверик. Здесь нам налево. Здесь улочка со всякими магазинчиками. Короче, здесь можно устроить себе шопинг при желании. Мы вышли на рынок. И рынок довольно большой. И что только тут не продают. Тут две кафешки. И фрукты, и овощи. Зелень. Да, мне нравится рынок. Сырки. Тоже можно поесть. Сыры какие. Сырки есть. Фаргунки, да. Тут напитки. И все в ней. Колбасы. Колбасы можно было бы тут чуть пить. Ликеры. Ликеры мне наплевать. А вот колбаса хорошо. Ликеры мне наплевать. Вот это колбаска. Вот это размерчик. Ну вот мы вышли на площадь Навона. Мы вышли на площадь Навона. Она представляет себе овальную форму. В центре стоит фонтан. Мы к нему сейчас поближе подойдем. И по краям вот таких два фонтана. Этот называется фонтан Мавра. А по ту сторону фонтан Нептуна. В центре площади увенчивает фонтан четырех рек. Как реки Нил, Ганг, Дунай и Ла Плата. И поскольку речку Ганг никто не видел в Индии. Лицо, статую закрыли. За фонтаном четырех рек находится церковь Святой Гнессы. Мы в нее тоже зайдем посмотрим. Красивый храм. Впечатляет. В этой церкви хранится череп Агнессы в качестве почитаемой реликвии. Сегодня площадь Навона. Популярное место проведения карнавалов и рождественских ярмарок. Когда-то на этом месте работал античный цирк Доменциана. Который проводил атлетические соревнования, бега, метание копьев. В средние века на месте цирка был обычный рынок. Рекомендую сходить в кафе, который называется Трескалани. По-моему, оно с этой стороны слева. И попробовать десерт тортифо. Что мы сейчас... Вот в Трескалани. Вот здесь надо... Вот сюда надо. Трескалени? Да, Трескалени. Возьмем здесь десерт и сейчас кофе попьем. А потом еще к тому фонтанчику подойдем. Фонтан и нефтуна. Принесли пирожное тортифо. Это, по-моему, тут и мороженое. И кофе должны еще принести. К краям площади расположились ресторанчики. Ну и очень много людей здесь, конечно, сидит. Наслаждается видами площади. И, соответственно, масса туристов гуляет. И здесь мы подошли к фонтану Нептуна. Фигуры вокруг фонтана уже появились где-то в 19 веке. Красивые фонтаны. Красивые фигуры. Они очень хорошо украшают площадь. А вот портреты рисуют. Ну что, хорошо рисуют. Мне нравится. Пойдем. Тут тоже ресторан. Вообще эти самые итальянцы не знают толку еды. Везде ресторанчики. Где-то можно поесть. Где-то посидеть. Где-то просто копеек выпить. Или там мороженое съесть. Улица Сальваторе. Какие решетки мощные. Снова вышли на площадь Колона. Где находится пантеон. Зайдем. 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 Это зал называется Зал Криков. Здесь проводились торги. Зайдем. Зайдем. Здесь сохранился оригинальный кол. А здесь бризы плетут желающим. Походы. На этом я буду заканчивать наше видео. До новых встреч!